здравствуйте уважаемые зрители канала привет мои драгоценные подписчики видосик небольшой о моей деревне просмотрите пожалуйста жду ваших комментариев пожалуйста по возможности поставьте лайки подписывайтесь на канал друзья кто заходит из рекомендации youtube нажимайте колокольчик чтобы быть в курсе событий происходящего на канале тв маэстро спасибо большое приятного просмотра коты подписчики просили котов поснимать барсик типу будет золотушечный тю тюрю тушечный это вот толстючий был данным толстючий какой худючий стал летом а зимой жирненькой был барсик позирать позрать ой такой черный кайкута 2 было сколько 5 них целая столовая мисок сколько коты так свое успеем сожрать да такая вот древняя манкин дом манкин дом такой крышу александр николаевич делал вот здесь фундамент залит можно еще пристроить вот и здесь вот выступ оставил чтобы продолжить крышу досюда и досюда и повысит такая вот комната еще наверху и тут такая здесь вот предполагалось дали мне всем порулить я сильно автомобили здесь вот предполагалось вот где белая вот здесь здесь предполагалось ну целиком витражное окно такая вот крыша в манке тут розочки бдилка там не сидит внутри вкусненько розочки цветочки рябинка вишенки или черешенки это вишня мама или черешня я думала я покупала лишнюю шоколадницу она казалась черешней ой сколько их там много ну ягодок много да ну я-то свитровую кастрюльку нырвала а эти надо посорвать завески ну встать на меня там немножко осталось я еще два куска спилила потому что там уже газовая труба вы видите как приходится сколько яблок вот эти вот у соседки яблоки вкусные ароматные а вон на груша где я видел вот она грушка висит тоже вкусные груши у соседки короче всегда вкусней мам а ты не знаешь почему так у соседей яблоки вкуснее даже даже если они вкусные у соседей всегда вкуснее на рынке басик молочко ой морда в молоке господи избегался весь еще есть марсик но марсик ты его услышишь за километр марсик пойду мама я погуляю по деревне пойдем пройдемся а вот для сравнения днем днем для сравнения вот они какие были типичные крыши вот здесь соседи видите перекрыли обычно не выеживались как говорится вот такая вальмовая называется крыша они все стандартные это для совхозных работников делались ну кто-то вот начал там пристраивать здесь вот пристроили вот но видите как не особо впечатляет кто-то собираются вот чтобы полностью дом перекрыть у нас соседи не захотели пришлось что-то выдумывать ну и вот так вот выдумали здорово там на втором этаже помещение довольно таки хорошее можно обделать можно сделать дополнительно жилое помещение такая вот такая деревня типичные дома все однообразные под одной крышей два хозяина с обоих сторон вход стой и стой квартиры довольно таки большие я не знаю около 70 квадратных метров 70 квадратных метров но у нас еще веранда огромная почему получилось огромную маленькую хотели сделать вот папа песочком насыпал отметил где копать и кто он ему короче мамин брат кто приходится папе шурин шурина попросил дядю витю ведь приехали выкопай под фундамент а он короче не со внутренней стороны песочка а с внешней выкопал фундамент и поэтому получилось больше веранда чем предполагалось чем у всех так маленькие рамочки у нас большая получилась ну пойдем пройдемся по деревне посмотрим какие-нибудь достопримечательности такая здесь дорожка за тихо такая здесь дорожка все тоже заросло здесь мы ходили бродник тоже здесь колодец есть за водой ну так чисто попить или когда воду откручали в деревне здесь вот жили раньше всех я знал потом кто-то дома продавал кто-то там уезжал приезжал сейчас уже не знаю кто здесь живет и вот она яблонка крайняя по моему она сейчас покушаю это должна быть медовка яблоки да это она вот сейчас уже никто не кушает их не собирается и она такая сильная очень много яблок в наше время уже здесь не на земле бы не валялась не на яблонки не было этих яблок уже бы ободрали мелюзга вот это береза помню было с меня ростом меньше двух метров смотрите какая она стала уже яблок в деревне не живу с 2000 по большому счету с 95 года какая толстящая ее моя была я не знаю ну вот такая наверно может чуть побольше вот этой березе береза моя ровесница наверное где-то тут у нас место называется водопад сейчас пойдем посмотрим остался там хоть какой-нибудь водопад или нет здесь вот как-то немножко благоустроили хотя грязище все тоже жара на улице 30 градусов на продать ушел дождь вот такой ручеечек остался боже мой тут была речка она ну довольно таки так не полностью но замерзала катался я помню на коньках по ней на речке всегда лед такой гладенький но можно было в полынью запросто провалиться уточки гусей и уток сюда гоняли раньше вот такая была речка сейчас она превратилась в маленький ручеек колодец немножко переделали был так вообще сначала стоял открытый просто бетонные кольца потом сделали сруб ну вот сруб наверное испортился тоже святой источник здесь проходят как это называется омовение омовение водичка есть раньше текла отсюда из трубы но сейчас и сейчас течет но мало раньше больше текла такое вот у нас все деревья старые большие грязненько здесь это место тоже всегда вот этот мосточек сколько я помню все время не просыхала никогда капец деревья как будто попал куда-то я не знаю куда в будущее в далекое постоянно тут лужинцы не пройдешь сейчас посмотрим что там с водопадом с нашим случилось куда бы я не заглянул везде мебель пружинный блок кстати хороший кто-то у меня недавно спрашивал можно сказать про пружинный блок человеку вот тут я обнаружил какую-то тропинку грыбы грыбочки я уже по-деревенски начал смотрите сколько грибов не знаю съедобные несъедобные но их здесь куча и вот почему место называлась водопад друзья от водопада тут уже ничего не осталось раньше здесь текла река ну такая же вонючая как и сейчас хорошо что запах не передается через видео скидывают отходы в эту речку с маслозавода там еще откуда-то все-таки выбросы незаконные наверное в большей степени происходит поэтому вонючая здесь стоит вонючая так подписываемся друзья на канал не забываем не забываем ставить лайкосики писать комментарии и нажимайте колокольчик чтобы быть в курсе событий о новых видео о новых прямых эфирах в этой деревне я родился и вырос вот в папиной деревне как-то там у меня основная масса родственников живет и родом папа и мама тут здесь вот непосредственно я жил рос учился такие здесь корова ты корова корова и бык бычок уж и навострил майк красный у меня ёпта здравствуйте шо это у нас там за номерок миша 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 пойди дай нос почешу пойди на это мишка тебя не мишка зовут какие глазющий какие глазки миш мухи заколебали да очень часто я как ветра очень часто у них бывает конъюнктивит потому что то они не могут в этом месте отмахнуть мог в уголках глаз хозяева должны четко за этим следить могут отложить мухи там свои личинки ну и будет беда так идем дальше вот здесь лужайка здесь пекли картошку в банку играли сейчас много всяких вот этих кочек здесь муравьиных каротин их раньше было ровненько дорожка это осталось где-то здесь качели были в посадке в этой короче такие места где прошло мое детство железная дорога рядом ходили подкладывали монетки по ушам некому было да тусовались здесь за железной дороге хотя опасно но слава богу никаких происшествий не было из детства единственно переезд вот там слышно как будет он он раньше был со шлагбаумом потом шлагбаум убрали никому стала работать там бабулька работала встречала провожала поезда потом видим она ушла на пенсию и никого там не стало сделали переезд без шлагбаума и стал этот переезд смертельно опасным очень много людей там погибло в основном конечно же по глупости своей вот много пьяных но были и случаи и с трезвыми людьми зловещий переезд как все изменилось все изменилось до неузнаваемости но асфальтик кстати асфальт а вот здесь вообще асфальта не было вот именно вот на этом участке от улице до улице сейчас асфальтик здесь здорово здесь друзья за заборчиком школьная территория сейчас вот такой бетонный забор раньше он был деревянный его перемахнуть можно было запросто тут школьный сад школьный огород тоже сюда лазили за яблочками почему-то нас постоянно ругали почему ругали если школьные яблоки должны принадлежать всем и под березовики свинухи здесь собирали много было грибов вот она наша школа все загорожено не знаю попаду я на территорию нет вот этот тот корпус основной вот это уже пристройка я помню в конце школы когда я учился здесь еще были ну как бы фундамент только начинали строить ну вот уже здесь много лет учиться учиться уже люди и в этом корпусе это школьный стадион мама дорогая заборчик перенесли полоса препятствий там было вот эти тоже друзья березки были маленькие маленькие вот эти елочки вы не поверите друзья через эти елочки мы прыгали в салки играли вы представляете смотрите какие они огромные мы были в школе ну там я не знаю до какого класса мы играли в салки ну вы представляете они были я даже не могу показать у меня я в шоке я реально в шоке они просто огромные они были тоненькие маленькие ну буквально там самая большая елка я не знаю какая из них была редко кто мог через нее перепрыгнуть она была там но с детский рост чуть больше метра остальные были малюсенькие вот этих деревьев я вообще не помню вот она наша школа и вот эти два окошка вот эти два окошка шестой кабинет мой был здесь начальные классы были вот в этом корпусе мастерская там кабинет биологии кабинет истории или они в кабинет географии потом кабинет истории потом не знаю это лестница и кабинет немецкого языка это какой-то склад оружейка короче начало военная начальная подготовка там все дела это спортзал такие вот эти туи были с человеческий рост со взрослого человека сейчас они просто огромнейшие туалет местный вот этих вообще деревьев не помню они настолько малюсенькие были что я их даже не помню здесь кругами рос этот боярышник его наверное вырубили здесь вообще какие-то заросли непонятные заросли это вот гараж школьный гараж подарили я помню автобус старый убитый газон автобус это кочегарка была угольная труба здесь вот была колонка и куча угля постоянно сзади уже кочегарка там какие-то склады были а потом сделали кочегарку газовую я не помню ну где-то наверное только я с девятого класса ушел только я из школы ушел и наверно провели газ и девяносто пятом седьмом годах блин аж прям сколько я здесь не был давно как давно я здесь не был вернее дух захватывает толстючие березы здоровенные елки а эту большую убрали здесь большая вот эта штука с лестницей с трубой с канатами была огромная бревенчатая сделана а турники остались турники на которых подтягиваться здесь вот что-то еще осталось что-то вот мало добавили и футбольное поле здесь и такие деревенские команды раньше играли я не знаю раньше здесь была дорога сейчас я пройду здесь или не пройду понятия не имею это вот пошел муж муж нашей бывшей заучу школы или не бывшая не может она сейчас работает даже не знаю кто где работает ну вот такие вот края труба лежит здесь был огромный ручей весной он даже здесь затапливал эту трубу все высохло ничего нет здесь стоял сейчас убрали а он новый сделали этот трансформатор я помню как у него долбанула молния трансформатор ну и с того момента видимо его перестроили сделали более современный маленький компактный но и более наверное производительный стоял тут огромным так гудел громко все даже это маленькими были боялись мимо него пробегать из-за того что он так гудел злостно вот такая можно сказать сейчас щебеночкой здесь насыпали раньше была полевая дорожка потайная так скажем здесь ходили в клуб магазин в детский садик сейчас пройдем по историческим местам а сначала мы сходим вот сюда вот историческое место покажу сейчас год какой урожайный на яблочки сколько висит яблок прям тьма тьма тьмущая но вкусные яблоки не все сейчас мы идем место такое где росли вкусные яблоки памятник чё за памятник не пойму ни хера себе друзья как здесь все изменилось представляете это памятник но великой отечественной войне погибли люди но здесь раньше были деревья я даже не узнал я думал перенесли столь памятник не могло же такого быть могилу чтобы принесли братская могила ни фига себе здесь были деревья их нету все вырублено и какое-то маленькое еще здесь не знаю что это тюпенкин павел григорьевич она видимо потом что ли потом выяснили наверно что помимо братской могилы рядом еще была могила представляете ну чё тут никто не обкашивать хотя приличненький такой монументик вечно слава героям по-моему девять человек здесь вот такой более современный елочки посадили тут блин тут целый лес был друзья его сейчас нету наверное и яблонь этих вкусных уже нету они были здесь здесь как бы был сад вот там какие-то остались коряги все изменилось до неузнаваемости кстати на этом обелиске братской могиле были как это называется пионерский почетный караул так скажем или как это выразиться короче стояли в этом постойка смирно по очереди в преддверии там 9 мая какие-то такие праздники относящиеся к победе над фашизмом ну и я непосредственно принимал тоже в этом участие вот мы вышли можно сказать красная площадь села вот это вот руины раньше была совхозная столовая ну давно уже она в моем детстве не функционировала сейчас тут люди просто живут это вот был магазин сельпо сейчас его наверное выкупили кто-то здесь ну частная короче это вот контора совхозная но сейчас мама сказала отдали интернатовским детям детям с опекунством у которых опекают детдомовским и так далее раздали под жилье довольно таки сносное жилье я я вам скажу а когда-то мы здесь начинали там сторож работал начинали побухивать вот он ёпки детский садик детский садик это вот клуб здесь что здесь еще почта медпункт библиотека местный дом культуры это детский садик который я ходил по моему он перестраивался потом как-то реконструировался не такой он был как в моем детстве вот это клуб у нас вот здесь за уголком происходили всякие интересные вещи вот здесь где эта лестница то желаешь а вот он есть да здесь кинобудка друзья кинобудка еще я помню крутили фильмы такие с лентами которые обрывались и так далее все свистели это вот заветная дверь куда заходили на дискотеку тут сделали какой-то участок забора и даже поставили знак парковка для инвалидов такое вот место там даже какой-то матюгальник повесили в четыре стороны стороны ничего друзья не изменилось дверь все та же деревенских ребят здорового до хера кто-то видимо подразозлился а я однажды сдавал задом приехал сюда сдавал задом на машине с открытой дверью и в этот порог короче дверью зацепил немножко погнул дверь вовремя остановился но дверь погнул это было у меня еще таврия где-то вот здесь я уже не помню тут какая-то тропиночка здесь мы катались на лыжах с этой горки с этой горки катались на лыжах ну и довольно таки далеко уезжали вот до тех деревцов маленьких сейчас конечно может быть их и не было в то время вот какие-нибудь большие вот конечно были но нам казалось очень большая гора особо отчаянные ездили с двойным ускорением вот отсюда отсюда через дорогу и спускались вниз туда нам казалось очень здоровая гора не пойду я в карьер далеко там есть карьер еще дальше песочный ну уже наверно заброшенный там тоже мы катались на лыжах такая вот деревня вот тропиночка осталась как раз вот по этой тропиночке катались колючки всякие тут растут елки стали выше здания в два раза были тоже маленькие вот кастан их тут было наверно штуки 4 но когда сажают деревья не предполагают насколько они большими вырастут представляете 4 дерева таких было что не понял вот дяденька мне поинтересовался снимаете ли вы почему снимаете есть у вас разрешение детский садик не узнал я его про тоже не узнал но он меня узнал я объяснил что Валентина Михайловна Росикин сын и снимаю исторические факты о деревне где я родился и вырос не потерял бдительность молодец молодец мужчинка Василий не знаю я его кто это такой никого уже друзья не помню но он меня узнал а Саня то ты а я его не узнал вот так вот поэтому надо чаще ездить на родину а то забудут тебя и никто не вспомнит еще пиздюль дадут чтобы не снимал не ходил может быть вы говорите из Украины да нет местный житель это вот тоже магазинчик частный а он наверно уже не работает вот такие колдоебины и потом бац и тротуар да он не работает раньше он работал вовсю прикоцал называется это мы так между собой его называли магазин прикоцал кто знает тот поймет вот и по этой дорожке потом медленными шагами дискотека заканчивалась там в 12 а мы домой приходили в 3 кто в 3 а кто и в 6 кому как повезет ходили с дискотеки домой организованной толпой блин не успел снять пока включил камеру чуть глаза на лоб не вылезли едет машина и везут в самолетик маленький вот папа вчера говорил что ну опрыскивают поля вот раньше здесь летал кукурузник ам-2 ну а сейчас все изменилось какой-то такой полусовременный маленький самолетик повезли на прицепе гаишник впереди поехали это вот местная остановка тоже достопримечательность где собирались гитарист мотоциклист ну и всякие личности девчонок куча здесь вот на углу раньше стояла стелла с вывеской с эмблемой хозяйство короче голова быка откормочное хозяйство вот здесь на углу вот и место встречи где встречаемся у быка круглая эмблема была бык совхоз тоже такое для нас для местных жителей значимое было место вот в этой посадочке тоже тарзанка у нас была играли здесь в банку в лапту это собака что ли ешкин кот куда ты на дорогу будем надеяться что это доброе собака такая упитанная довольно таки как все заросло друзья как все изменилось этой посадки тоже нету здесь деревья росли все повырубали полукорчевали здесь еще какие-то влажные места остались но уже пруд пересох раньше был прудик здесь и через дорогу все все поросло кустами ни одного кустика не было здесь берега еще остались до куда был пруд тоже тут местные утки гуси плавали а вот это когда еще совсем пиздешатыми были какая-то водичка здесь есть еще типа хотят запрудить заново это надо вычищать его заилил когда совсем пиздешатыми были вот эта горка нам казалось очень высокой здесь катались на санках на клеенках на портфелях тротуар здесь был но он уже умер вот такая вот деревня уважаемые друзья спасибо за просмотр видео мы с барсиком еще с каким-то черным котом благодарим вас вот так вот мы вас благодарим за просмотры поставьте пожалуйста коту барсику лайкосики напишите ему комментарий какой-нибудь ой тепутенький тютью какой он был толстый называли его все пельмень а теперь он не пельмень а какой-то ау засушенный вид пельменя барсик барсик передай подписчикам привет 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 подписчики какой кайф лето да барсик Валентина Михайловна покормила нас спасибо уважаемые зрители за просмотры ставим лайкосики пишем комментарии и не забываем подписываться на канал ТВ Маэстро всем удачи хорошего настроения добра мира и всего хорошего пока впр hook в в и пока это это интересно